Раньше срока планируют создать новый корпус Тинтюковского дома-интерната для пожилых. Предположительно на два месяца. Сегодня объект посетил министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства КОМИ Игорь Кузьмичев. А еще он проинспектировал строительство детского сада в местечке Кучпанчит. Какие выводы были сделаны по итогам проверки, расскажет Анастасия Твернина. Работы в новом корпусе Тинтюковского дома-интерната для престарелых и инвалидов идут полным ходом. По словам представителей подрядной организации, объект готов на 60%. Сейчас нет ни одного участка, ни одного вида работ, который бы не был занят нашими специалистами. Выполняются работы по устройству вентиляционных систем. Полностью смонтировано все вентиляционное оборудование, кроме канальных вентиляторов. Ведутся отделочные работы, приступили к устройству полов. Полностью установлены все витражи и оконные проемы, все заполнены. Отопление в здании запущено, оно полностью функционирует. Сейчас поддерживается температура плюс 15 градусов в помещении. Ведутся отделочные работы по всем этажам одновременно. Контракт на строительство был заключен в июне 2020 года в рамках наспроекта «Демография». Сегодня это один из немногих объектов, который идет по графику и даже с опережением. Место августа 2022 года новый корпус планируют завершить раньше на два месяца. Он позволит с удобством расположить постояльцев, которые сейчас живут по 5-6 человек в комнате. А также создаст 70 рабочих мест. Динамика, мне кажется, более чем очевидна. Объект в высокой степени готовности. Сейчас у нас на объекте больше 112 человек. При том, что согласно проекту, на те виды работ, которые сейчас есть, достаточно было бы 87. Подрядчик усиливается с целью сократить сроки производства работ. Объект у нас на 90 мест. Общая площадь 8700 квадратных метров. Стоит он на текущий момент порядка 500 миллионов. С опережением идет и благоустройство территории нового корпуса. Весной осталось уложить асфальт в два слоя. А здесь уже скоро появится новый детсад. Жители местечка Кочпанчет ждут его лет 10. В декабре прошлого года были проведены конкурсные процедуры. Определились и с подрядчиком. Тот стал отставать от графика. Пришлось применить меры. Служба заказчика выставила штрафные санкции. Подход к работе строители поменяли быстро. Из котлована вывезли порядка 5000 кубов грунта. Неделю назад было забито 6 испытательных свай. Динамические испытания проведены. Все прошло успешно. Теперь, как вы видите, начинается планомерная забойка почти 300 свай. Я хотел бы попросить терпения, понимания у жителей ближайших домов за вот эти неудобства. Потому что оно шумно, это конечно. Но не так много. Это 300 свай. Я думаю, что подрядчик должен в течение недели эти шумные работы завершить. Потому что сейчас одной своей бойкой работают, сегодня будет вторая развернута. Но зато в итоге мы будем здесь иметь садик на 270 мест, который должен быть до конца 2022 года построен. В начале 2023 года новый детсад ведут в эксплуатацию. Строительство объектов в КОМИ под чутким вниманием профильного ведомства и властей КОМИ. Анастасия Атюрина, Дмитрий Булаев, телеканал Юрган.